Всем привет! Сегодня будет видео Болтушка. Вы мне сказали, что вы любите мои болтушки, поэтому сегодня вашему вниманию будет Болтушка о дружбе на ютюбе. Вообще, я решила открыть, как бы, такой плейлист, который будет называться Откровение блогера. Там я соберу все ваши... нет, ваши вопросы, мои ответы. В общем, все видео, где я болтаю, будут под этим плейлистом. Ссылочку на плейлист оставлю вам внизу, но, в принципе, на мой канал, когда заходите, если вы заходите в плейлисты, то вы будете видеть этот плейлист всегда там. И я уже придумала около пяти тем, на которые я хочу с вами поболтать. Но если у вас какие-то есть идеи, какую тему вы хотите, чтобы я обсудила, высказала мысли, или у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы я собрала в одном видео, то вы знаете, что делать. Составляйте в комментариях внизу. Я обязательно запишу и обязательно буду делать такие видео, что вам интересно слушать от меня. Ну и после этого большого вступления сегодня мы поговорим о дружбе и ютюбе. Я желаю обсудить с вами эту тему дружбы и ютюбе, поскольку я давным, давным-давно, нет, не давным-давно, поскольку в последнее время я вижу на блогере, с которым я общаюсь, или подписчики, с которым я общаюсь, я вижу разные, знаете, как это сказать, разные странные отношения. Я вижу люди вроде, например, два блогера, вроде очень сильно дружат, потом супер так ссорятся, или вижу, как подписчик какой-то очень сильно любит блогера, а потом вижу, как этот подписчик поливает этого блогера, потому что он такой. И я решила на секундочку остановиться и задать себе вопрос. Может быть, может ли ютюб нам предоставить настоящие дружеские отношения, которые действительно крепкие дружеские отношения? Можем ли, как говорится, мы познакомиться с людьми, с новыми людьми, общаться с новыми людьми, может ли это перерасти в дружбу? Бывает ли настоящая дружба между блогерами, или это все какое-то соревнование, или может быть, это все какое-то продвижение наших каналов для того, чтобы наш канал был более, наш каждый канал другого блогера был более популярен? И как мне кажется, все вот эти вопросы, они все-таки, конечно, зависят от человека, они зависят от характера человека, они зависят от того, как человек видит мир, как человек видит людей, и на самом деле нужна ли ему вообще вся эта дружба, которую ютюб предлагает? Могу сказать о себе, что я, да, верю в дружбу через ютюб, и даже не то, что через ютюб, я, да, верю, что ютюб нам помогает встретить друзей, вы сами про меня это знаете, наверное, с девчонками, с которыми я общаюсь, с девчонками, с которыми я дружу, как я познакомилась с Олей, как я познакомилась с Сони, как я познакомилась с другими девчонками, которые живут от меня далеко, но мы с ними общаемся по скайпу. Между прочим, вы знаете, что познакомиться с человеком намного вот так вот фронтально, намного проще и общение, и какой-то разговор, и сходить куда-то вместе, нежели общаться с человеком по скайпу. И когда я нахожу девчонок, с которыми я могу общаться по скайпу по полтора часа, по два часа, и разговаривать на разные темы, и не обязательно кого-то обсуждать и говорить только о косметике, а вообще на разные темы, жизненные темы, политические темы, религиозные темы, на разные, то я просто могу сказать, что я безмерно благодарна Ютубу, и вообще, что у меня есть такая возможность находить таких людей интересных, с кем у меня есть возможность общаться, и что для меня Ютуб просто открыл, не знаю, целый мир. интересных, интереснейших людей, потому что мы живем всегда в каком-то, в каком-то пузыре, пузыре, это неправильно так говорится, но мы живем в каком-то болоте, которое нас засасывает, и мы общаемся, в основном, ну, наверное, в любом случае 60-70% людей так, я понимаю, что не все люди так, что у нас есть определенный круг общения с друзьями на работе или с коллегами, что у нас есть определенный круг общения с семьей и все, что есть связано, но как бы мы очень мало встречаем других людей, то есть мы едем в автобусе, например, знакомимся с человеком, но это очень редко происходит, реально, да, тем более в нашем веке все люди злые, обозлобленные, фиг ты с кем-то в автобусе познакомишься, и, то есть, ну, очень редко это на самом деле встречается, да, в Израиле это может быть почаще встречается, поскольку, например, люди ходят в армию и очень не хочется знакомиться с новыми интересными людьми, или, может быть, это происходит на какой-то учебе, в каком-то универе или в каком-то колледже, да, но это везде, в принципе, происходит, но по большому По-моему счету, наш круг общения, он всегда более узкий, и YouTube нам предлагает намного как бы расширить наш круг общения, узнать новых интересных людей. Эти люди не обязательно должны жить в нашей стране, они могут быть где угодно, но главное, как мне кажется, чтобы человек тебе как бы лежал на душе. Вот это я и чувствую, что большая проблема YouTube. Я очень часто вижу люди, когда начинают общаться, и у меня такое чувство иногда складывается, что они как бы давятся друг к другу. Я недавно познакомила с Саней, с которым мы провели замечательную беседу, двухчасовую беседу по скайпу, просто мне дико понравилось, я красила ногти, и у них так классно болтали до 11.30 ночи по моему времени. Я ей там сказала, что есть, я привела там пример, что я был один блогер, от которого я сейчас отписалась и больше ее не смотрю, потому что я начала чувствовать, что я ее смотрю, пытаюсь с ней общаться, и для меня это было как в детстве давиться манной кашей, что вот мне говорят, нужно, она полезная, есть много в ней полезных веществ, но я ее как бы терпеть не могла, не любила. Вот то же самое у меня есть с некоторыми блогерами, с одной стороны мы вроде с ними общаемся, вроде общий интерес, что есть канал, вроде подписчики общие, вроде много разных вещей, но я просто поняла, что я смотрю человека, несмотря на то, что у него было много очень интересных, полезных видео, но с другой стороны у меня такое чувство, что я давлюсь просто полезной кашей. И когда вот у меня, я начала чувствовать себя по отношению к этому блогеру, такое, что я давлюсь манной кашей, которую я не люблю, я поняла, что вот YouTube это то место, которое мне дает свободу выбора, с кем я хочу общаться, и люди, которые, может быть, в жизни мне приходится с ними общаться постольку, поскольку коллеги те, YouTube мне дает такую возможность этого не делать, этой кашей не давиться, и наоборот выбирать интересных мне по духу людей, интересных мне по интересам людей, и возможность новых знакомств, которые мне не нужно подстраиваться, может быть, делать из себя что-то, быть самой собой, потому что когда, благодаря моему каналу, когда меня находит какой-то человек, в основном они меня находят, поскольку я веду канал, я с ним знакомлюсь, меня человек воспринимает, в принципе, такая, какая я есть, как меня видят на канале, например, с чего-то, чего, может быть, мои друзья не воспринимают, с чего-то, что мои друзья не понимают, зачем я веду этот канал, кому это интересно, зачем я снимаю влоги, зачем я хожу туда-сюда, зачем, я не знаю, мне столько косметики, ну, я думаю, каждый блогер поймет, о чем я сейчас говорю, и возможность знакомиться со зрителями, с другими блогерами, мне дает, мне лично, да, дает такое место быть самой с собой, вот расслабиться, хочу 15 помад, вот я беру с собой Ольгу, пошли смотреть помады, я на меня не спрашиваю, зачем тебе еще розовый, зачем тебе еще красный, зачем тебе еще оранжевый, то есть, это такой класс, если честно, после того, как у меня появился канал, я так поняла, что мне вот так вот не хватает такой дружбы, которую бы меня вот не судили, ни за что не критиковали, я вообще, если честно, ненавижу, когда критикуют, это вечная, кстати, проблема с моими друзьями, особенно с одной подругой, я вообще не верю, что людей нужно критиковать, я как бы верю, что людям, когда, типа, просят совет, я, ой, ну, это, наверное, другая тема, я туда находить не буду, я не верю, что я должна людям отдавать какую-то свою сильную критику, потому что я считаю, что человек от критики меняет свое мнение к тому, о чем он у вас спрашивает это мнение, и поэтому я всегда за то, чтобы человек каким-либо любым способом принимал все свои решения как можно более сам, и вот у меня есть одна подруга, которая все время говорит, что я, если хотите услышать поддакивание, сходите к Габи, но сейчас она уже такое не говорит, потому что когда-то я ей по этому поводу высказалась, но я не считаю, что я поддакиваю, например, я считаю, что я стараюсь не критиковать ни за, ни против, и не высказывать свое мнение ни за, ни против в таких серьезных ситуациях, когда ко мне обращаются мои подружки, им нужно какое-то мнение, потому что я знаю, что они ко мне обращаются, то если скажу что-то плохое, например, по поводу ее парня, то это каким-то образом на нее подействует, а это последнее, что должно происходить. Я думаю, что человек должен сам своим умом сидеть и решать все свои проблемы сам. Даже если он обращается ко мне за советом, этот совет должен быть, насколько возможно, нейтральный. Именно поэтому я никогда не рассказываю о своих личных проблемах никому. Я об этом с вами поговорю в другом видео. Я вам расскажу, как мое отношение к друзьям и к личной жизни. Ну, супер-супер личные ссоры и супер-супер личные проблемы. Никогда ни один мой друг, даже семья редко знает, потому что я не выношу, как говорится, грязную прачку и ссор из избы, потому что я не вижу в этом никакого смысла, никакой помощи даже от самых близких друзей. Вот. Так, мы говорили про дружбу. Я, как всегда, знаете, у меня мысли, говорю на одну тему, заканчиваю на десятой теме. Этим видео, в принципе, я сейчас как наболтаю, как всегда, на 20 минут. Этим видео я вам хочу сказать, что я доверю в дружбу на Ютьюбе. У меня тому есть много подтверждений. У меня тому большое подтверждение Оля, с которой мы нашли друг друга. Я не знаю, как Оля себя по этому поводу чувствует, но я себя замечательно чувствую, потому что я ее обожаю. Мне с ней действительно очень классно говорить о всем. И такое чувство, что вообще я ее всю жизнь знала. И также с Сонькой, с которой я познакомилась. И дико классно себе общаться. Просто Соня подальше от меня живет в Киеве и периодически пришедет в Израиль. Но в любой случай, каждый раз, когда он приезжает, и мы с ним встречаемся, я с ней себя действительно очень-очень комфортно чувствую. Кабуду тоже я знала много лет. С девчонками, с кем я общаюсь по скайпу. И мы можем часами разговаривать. Я иногда со своими друзьями, с которыми я по 14 лет знакома, не могу часами трендить по телефону. А тут с девчонками, с которыми, в принципе, я с ними не знакома. И все мое знакомство с ними, это мой канал. Я с ними могу по 2 часа разговаривать по телефону. Но, девчонки, это реально круто. Это переполняет, это переполняет общением. Это знакомство с новыми людьми. Это знакомство с интересными людьми. Это знакомство с людьми, которым я, мы интересны. Поэтому я этим общением, Ютубу, я очень благодарна. Я ни в коем случае никогда этим не пренебрегаю. Я просто немножко как бы фильтрую. Я стараюсь на данный момент не давиться каши. Люди, с которыми я начинала общаться. Я вижу, что люди на меня не обязательно реагируют. Не всегда мне отвечают. Как-то вот общаемся, поскольку это может быть так нужно. Или потому, что у нас есть каналы. И это может помочь, не знаю, развитию общим подписчикам. Я поняла, что это не мое. Мое это когда свобода общения, легкость общения, высказание своего мнения. Не значит, что я должна кого-то задевать. Но что я могу высказать, и на меня никто не обидится. Я верю, что Ютуб нам дает новые знакомства. Поэтому я вам хочу сказать, не бойтесь знакомиться. Не бойтесь писать своим любимым блогерам. Не бойтесь с ними общаться. Как и многие из вас мне пишут. Пишут личные письма. Девчонки, кто мне говорит, давай пообщаемся по скайпу, поговорим. Не бойтесь, да. Я тоже могу сказать, я не золотая. Не совсем не хочется общаться. Есть люди, с которыми начинают переписываться. Я чувствую, что это вообще никаким образом не мое. И не хочу продолжать переписываться с этим человеком. Но вы должны понимать, не во всех случаях мы... Есть этот клик, да. Должен быть этот какой-то клик даже в дружбе. Но в большинстве случаев, я думаю, что в 95% я с удовольствием вообще общаюсь с вами, со подписчиками, с девчонками, с кем уже ближе общаюсь. И с блогерами, с которыми мне очень интересно поговорить на общие темы. В общем, я считаю, что YouTube нам открывает просторы, знакомит нас с новыми людьми. Это реально круто. И вообще спасибо интернету за эту возможность. Вот такое вот сегодня видео у меня получилось. Я вообще, по-моему, и заболталась, и переболталась. Я буду его, наверное, переразать, и образовать, как я всегда это делаю. Как всегда, наболтала тысячи миллион минут. Вот. Если вам интересно, чтобы я поговорила с вами на какую-то тему, обязательно оставляйте свои запросы внизу. Я обязательно, обязательно поговорю с вами на любую тему, которую вам захочется. У меня уже есть где-то тему 6, ну, которую я сама придумывала, и то, что вы меня просили. Так что, периодически буду ставить, буду стараться ставить, может быть, каждое пятое или каждое шестое видео свою болтушку, раз вам это нравится. Надеюсь, вам это не надоест. На сегодня все. Мы увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. На прошлой неделе у меня был псих, или не поставил мне одно видео, потому что я психанула. Если я видела, что я вам встала на прошлой неделе, я их стерла, потому что они не понравились, мне понравились.